Парни, привет! Я очень рад вас видеть. С вами Саня Андреев. И сегодня, наконец-таки, выходит из карантина ваша любимая рубрика Обзор квартиры. Сегодня я приехал к своему отличному другу, сокоманднику Ромчику Ромароеву. Мы с ним знакомы уже очень давно. Бывали в разных странах с ним, путешествовали. И сегодня я покажу вам его новую квартиру. Ромчик согласился дать такой эксклюзивчик. Он показывал, он в своих сторис мельком показывал свою квартиру. Сегодня же мы, ребята, полностью обойдем ее, посмотрим что да как там и поговорим с Ромой. Узнаем, как у него вообще дела. И перед началом я хочу вам сказать одну радостную новость. Я совсем недавно, недели две назад, переехал в Москву. Я теперь москвич. У меня появилась новая крутая квартира. Поэтому давайте соберем сегодня максимум лайков. И просто я хочу увидеть ваши комментарии. Саня, покажи хату. И тогда я сделаю в ближайшее время обзор на свою квартиру. Она вам точно понравится. И кстати, я извиняюсь, что не совсем типичная картинка у вас сейчас будет. Дело в том, что у меня сломалась камера. Ее в ближайшее время я тоже куплю. Просто карантин выдался действительно сложно. Было много проблем. Об этом я тоже расскажу. Вот. Короче, все будет хорошо. Совсем скоро. А теперь пойдемте со мной. Вау. Вау. Здорово. 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 За кулак вы. Привет. 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 Моя хата, мой дом. Моя крепость. Слушай, ты знаешь, где я раньше жил? Ты мне хотел бы сделать обзор на прошлый. На рассказывку? Да. Ну, знаешь, в целом, да. Мы об этом сегодня еще поговорим. У меня есть вот такой вот видосик. Я сейчас ставлю. Я думал, знаете, Рома сделал такой в пальце, он скажет, смотри, щелкнет, и тут свет сейчас включится. Я чуть не охренел буду. Так. Так, сейчас я сделаю. Да, там еще. Больше света надо. Ребята, у меня для вас классные новости. В пятницу продолжается английская премьер-лига. Наконец-таки крутой футбук вернулся. Будет играть Тоттенхэм против Ман Юнайтед. И я планирую на этом событии отличненько приподняться. Естественно, в этом деле мне помогут мои отличные друзья с компанией OneX, которые работают настоящие профессионалы своего дела. А специально по этому промокоду именно ты, дружище, можешь получить бонус в размере 100 баксов на свой бонусный счет. В такое время деньги как никогда нужны, поэтому вся необходимая информация для твоего выигрыша находится в закрепленном комментарии. Ладно, давай забан. Давай, короче, я вижу раз-две, два-две. С какой начнем? Давай ванну. Смотри, недавно, недавно был Андрей Сипскан и сказал, боже мой. Боже мой. Но она обычная. Мне кажется, любая ванна, где есть самобанная, вызывает такие эмоции усимые. Он просто недавно сходил в эту ванну, когда мы с ним здесь футбик играли. Салибан сказал, что эти ванны, это так круто. А так, ну тут все стройненько. Слушай, типа, вау, какой мягкий коврик. Ну тут всякая херня, я живу не один, я живу с девушкой. Это сразу видно. То есть, был бы я один, тут была бы вот эта блитва, вот эта блитва, ну и вот эти три шнепа. Да, я думаю, здесь у половины бы не было. Да и здесь, ух ты. Вот, это компьютершная гардеробная. Вау, ребята. То есть, если некуда было поставить комп и... И самокат. И самокат, да. Это получается и парковка, и игровая зона. Что вот так вот? Слушай, а блин, тебе удобно сидеть, типа, ну, немало транспортных? Я тут коферопространство включаю. А, ну типа, и надо. Сидишь, ХС, играешь, типа, шеша. Сидишь, играешь, а скоро кубок сифров будет здесь играть. Ты здесь будешь написывать? Ну, я не знаю, может быть там. Скоро всего там. Нам попало не. Вот, здесь шерп. Куксишки. Ну, ну, здесь кроссы у меня тут только один. Так. Буквально для ботиночки, конечно. Ой, виии, все дела. Вот. А все кроссы у меня на балконе. Там пумовские. А, серьезно? А почему на балконе? Не помещаются? Потому что тут? Ну да, и там удобнее. Ну, некоторые помещаются. Ну, я пока их там себе оставлю. Вот, это кухня, сейчас плавно берем гостиную, кухня, здесь есть цветы, между прочим, очень вкусные. Подожди, они настоящие? А, настоящие, если вкусные, то да. Да, это значит романтик, да. Ну, раз, в год, в жизни можно. Месяца. Короче, вот кухня. О, кухни машина. Так, да, у Хидоса тоже была. Можно оставить обзор Хидоса, просто, чтобы я стоял, а сейчас шел? Ну, очень удобная кухни машина, хочешь кухни сделать? Давай. А что есть? Вот, есть вот такой, вот такой, вот такой, вот такой, вот такой, вот такой. Ого, все понеслась, так. Ребята. Подвор, панорамные окна. Панорамные окна, это просто секс. Слушай, ну, короче, да, у Ромчика на районе очень много, я заметил, прям, есть всяких магазинчиков, там, коленные, ресторанчики, поэтому, я думаю, ты тебя быстро доставляешь. Да, да. Слушай, ну, тут реально очень быстро. Прям, буквально, 20 минут, да, приходит. 20 минут. И мы стараемся, в основном, есть, дом не готовим заказов. Иногда готовим. А что вы питаете сейчас? Вот, вот, Рома рассказал, что он поднабрал. За счет чего? А уже скинул. А, уже скинул. За счет мака. За счет мака. За счет мака. Мак и ИФС. Эээээээ. То есть, ну, сейчас я уже не ем, все это хер. Угу. То есть, я не выдержал. вчера ночью мы заказали моцарелла стикс и маленькие сэндвичи, но мы на двоих заказали, то есть там по колониям, а еще в общем, в ней он стал из-за 126, ну потому что я вчера много поделал, вот. А сколько ты бегаешь сейчас? Примерно 5 километров. 5 километров? Из-за сколько? Я просто тоже сейчас бегаю. Средний темп там 4,50. Ну, нормально, нормально. То есть, ну, я быстро бегаю. Слушай, самое крутое, ну, во-первых, да, есть. Это хорошо. В морозилке только пилочка вискаря. И все. Ну, на всякий случай пускай будет. Так, очень крутое, я всегда хотел, во-первых, у нас было на Рассказовке, это было Бристоль, вот, поселение Московское, еще там, короче, это где я раньше жал. О! О! Видал? Я хотел показать. Сейчас. Это как так? Это мусорка, которая, типа, работает вот так. Она сама закрылась. Вау! Ну, все, реально, сюда точно нужен пятый плейстейшн. Это уже квартира будущего. И, кстати, вы сейчас смотрите обзор на мою квартиру. Одновременно вы можете смотреть точно такую же квартиру, у Дротцев я видел. То есть, Дротцы живут примерно в такой же квартире. И еще какие-то рэперы живут, тиктокеры, блядь, у всех такие квартиры. Да, да. То есть, я в тиктоке видел такую квартиру, и у Дротцев, то ли в сторис, то ли в видосе видел точно такую же квартиру. Ну, примерно. Ну, ты имеешь в виду интерьерчик и все такое? Да, недалеко они живут. Ааа. Ну, у них точно такой же дизайн, точно такие же стены. Я думаю, скорее всего это где-то рядом и от одного застройщика. Угу. Вот. Не пытайтесь угадать, где живет Ромарой. Не надо. Так. О! Лего. Лего. Ааа. Блин. Было бы мне десять лет за просто... Слушай, делали десяти лет. Потому что... Не-не-не. Я к тому, что я вот раньше фанател, но сейчас бы я с удовольствием буду купить. Я Лего не... Я не фанат Лего. То есть, я его вообще не прикасался к нему. Лера очень... Захотела Лего. Любит Лего. Но я купил... Знаешь сколько стоит за этот хель? Ээээ... Ну давай в дымоход поиграем. Двадцать пять. Двадцать. Двадцать. Блин. А что это за замок такой? Это... Дом с привидениями. Дом с привидениями. А что за механизм? Покажи. Ты знаешь как оно будет? Ммм. Это лифт. Вынимает людей. Опускает людей. Смотри. Приближай. Тут можно дом открыть. Вау. И посмотрите в 3D. Что внутри. Вау. И вот как от колена. Ха-ха-ха. О! Кому-то прилетит. От хозяев. Да, я это почему. А как он упускается, понимаете? Я не знаю этот механизм. Надо сейчас посмотреть. Я говорю. официальный фифа. Этот ролик наберет... Ну... Ха-ха. Ну немного просмотров, блин. Потому что давно ничего не было. Вот. А вот мои книги. Тут есть автобиография Алекса Фергюсона. Шекспир у вас? Вот. Это моя, да. Серьезно? Я читал там половину. На самом деле. Вот. Я купил, чтобы перечитать. А Юрий Никулин тоже биография. Вроде как. Вот. И в целом вот колоночка есть прикольная. Мне только спали. Вон раньше мы на нем сидели и кулили колянки. А теперь мы кулим там с окне. Потому что сеть жалуется, что слышно, как мы... И к ним дым попадает. Короче. Мы перестали. И тут у нас Лелины игрушки. Тебе ты задолжен, что ей лет 15. Но... Правоохранительные органы. Не переживайте. Это шутка. Это далеко не все. Но тут пума-пума. Тут одна пума. А то есть все остальные кроссы у меня тоже там остались. Сразу был константин, это прекрасно. Вот. И тут вот трусы есть. Вот есть трусы. Ну... Хорошо, что сегодня только мои. Лера позаботилась об этом. Вот. Ну ты не стираешь. Что ты делаешь потом? Я стираю иногда. Ну очень редко. Угу. То есть, блядь, постирать. Камон, если парень стирает, ты просто кинул машинку, насыпал порошок, нажал две кнопки. Ну да. Ну там же гладить потом надо. А, нет, мы не гладим вообще. А, серьезно? У нас нет у тебя. Умм, удобно. Ну блин, можно просто повесить. То есть постирал, посушил, развесил. Они в принципе и не такие мятые. Ну да. Ты тоже говорил, что он вообще не гладит шмотки. Напишите вы, вы гладите шмотки? Ну сами не гладите. Мы хотим купить отпариватель. Ну мы, Лена. Слушай, я очень хотел спросить, а вам хозяева вообще разрешают что-нибудь тут устанавливать? Ну например, туда телек поставить на кронштейн. Вам так можно? Я думаю да. Ну слушай, у нас тут не хозяева. Тут получается как в отеле. Ну типа есть люди, которые отвечают за все аппарты. То есть это же не квартира, это аппарты. Вот и они сдают, получается. Сразу все. То есть тут нет хозяина именно этих апартаментов. Есть общий хозяин всех апартаментов. Вот и все наши собаки. Да подожди, тогда это собака? Мы тоже собаку заведем. Серьезно? Да, через 4 месяца. Почему именно такое? Потому что сейчас рожает. Сучка рожает. Нам нужна определенная собака, определенных людей. Ну относительно, да. Там выйдет одещавич в Москве. Это будет собака не из Москвы. Вот это будет порода корги. И из Самары. Ну пока планируем. Из Самары? Да. Я, кстати, возможно поеду туда. А, серьезно поеду? Да, же собака, да. Принципологично, да. Окей, хорошо. Так, ну давай присядем тогда? Что здесь, наверное? Да, здесь идеальное место. Да, я Али все-таки сделаю. Да, Али пил кофе. Али будет пить. Окей, так, по квадратам. Тут где-то 40. 47 где-то, по-моему. 47-50. Ну 47, правильно. А, ну потому что у тебя там комната, там ванна. Ну да, в целом да. Окей, давай про цену поговорим. Сколько? Ну здесь я плачу, считай, в соло. А вот эта стоит 80. 80. Но сейчас ее нужно, мне кажется, дешевле снять. Сейчас цены, да. Но она не сильно плачет. Да? То есть 80 с коммуналкой. Угу, угу, угу. Но коммуналка же почти 3 где-то. Ну да, где-то так. 2,5, да, 3,5. Ну да. А что по шумной изоляции? Да все нормально. Все нормально? Ну слушай, я тебе так скажу, соседи на нас жалуются. Угу. Но мы ни на кого не жалуемся. Слушай, мне кажется, и ты просто сказал, что это апартаменты. Насколько я знаю, что в этом же и отличие апартаментов от квартир, что в апартаментах можно делать все что угодно. Ну якобы да. Потому что они такие апартаменты. Ну есть, короче, мы когда подписывали соглашение, есть такая тема, типа 3 жалобы и что-то такое, типа 3 косяка и теряют. И сколько у вас? Ноль. Ага. Но на нас жаловались, но пока все косяки были такие, знаешь, типа, женщина, короче, скидывала видос с тем, кто в метапарте. Как у нее, типа, на дыме на балконе. А мне показалось, я говорю, а там ни хера не видно. Я думаю, и. Они такие, ну вот, я там секунду, знаешь, какой видос тут, типа. И все. Я такой, блин, ну камон. Ну, короче, пока жалоб таких прям нет. То есть она иногда нам стучит. Я ей стучу, блин, во-первых. А как у идеально стучит? Через ту стену. То есть оно уже не так часто. То есть как мы перестали курить колено на балконе и разговаривать. То есть мы сидим вот здесь, когда овощи все встали. То есть мы сидим ночью, курим, разговариваем, открыто окно. Ну, в принципе, окно может быть где-то слышно. Но если окно закрыли, то еще ничего не слышно. Угу. Давай так. Немножко не по поводу квартиры. Что по планам вообще на жизнь у тебя? По плане ютубчика, что-то хочешь? Вот в связи с карантином, мне кажется, это актуально. Просто потому что у меня, блядь, поменялось очень многое за это время. Что у тебя сейчас вообще? У меня сегодня еще не поменялось. Вообще ничего. Ну, я также делаю видос. Сейчас было... Были видосы, но они были реже. Ну, они были. То есть относительно много. Ну, там была небольшая такая пауза. У меня нет паузы в месяц никогда. У меня нет паузы в два месяца полгода, как у многих. Не знакомо. Вот. У меня там пауза максимум две недели. Потому что, ну, иногда тяжело снимать. Иногда отдыхаю. Вот. Если начинаю работать, там прям вообще пиздец. Каждый день стараюсь ездить, стараюсь снимать. И, в принципе, идея есть. У меня есть все. У меня есть все. Если что, мы спиздиться из Запада. Классика. Есть эти прикольные темы, которые я все равно на Западе. Очень хочу их снять. Но их сложно снять. Угу. Потому что они очень качественные. Есть проект, который я придумал. Сейчас из-за карантин он переносит нам попозже. Угу. Потому что он будет не в мысли. А то он очень геморрный и может не зайти, потому что аудитория у нас не такая. Но я постараюсь хотя бы сделать пилот. Это будет связано с футбиком, так? Это будет, да, связано с футбиком. Это будет связано. Я сейчас думаю объединить Россию и мир. Либо сделать только мир. То есть это будет, да, связано с тем, что они куда принялись. Угу. Ну, сейчас это с этим сложно. Ну, как только да, будет можно. Угу. Будет это нормально. Угу. А, блин, есть прикольные темы. Жалко, что в этих ферстериях их нету. Короче, есть у меня вещи с историей. У меня есть вот такая фотография. Софтографиями всей хоккейной сборной России. Чемпионата мира, когда он проходил в Москве. Первый раз в этом... Мегаспорте. Ну, короче, на Ходбунке. Дворец такой. Ледовый. Вот первый Чемпионат мира в Москве, когда, по-моему, по хоккей проходил. И... Короче, я очень хотел на него попасть. Прям безумно хотел. Я еще учился в школе. Я не помню какой-то год. Может быть, восьмой. Я просто на скид скажу. Потому что я точно не помню год. Я очень хотел попасть. Хотел попасть. Потому что это ледовый дворец был только Новго. И я на нем еще никогда не был. И первый раз я на нем был, короче, когда мы играли в пляж. А, да. Я помню. То есть это первый раз, когда был на этом дворце, и сразу на поле. Было прикольно. Вот. Очень хотел попасть. Думаю, ну, все, хоккей. Сейчас, блин, билеты куплю. Все уже нашел. И, короче, самолоногу. Так. Неприятненько. Так. А как ты вышел? Ты не помню. Ты бога никому. Не смог пойти на матч. И мама поцветилась. У нее, конечно, знакомая. Работала в том месте, где жила вся сборная России. Вау. И замутила мне фотографию. Просто оттуда у меня всех игроков. Там есть Овечкин. Там вообще прям вот топовая сборная была. Там все отхаялцы, по-моему, приехали. Ну, почти все на тот момент. Прям очень крутая сборная. Там есть Овечкин, самое главное. И еще много других ребят. Бабон одобрели. Я как-то пошел на открытую тренировку сборной России. Это был год так 2004, 2005, 2006, 2007. Ну, примерно это время. В 2004 по 2008. Это примерно мне было лет... Сколько мне там было? 12, наверное. 12-16. Если я там перемешал на время. Вот. Пошел на тренировку сборной. Она была на Стадионе Динамо. На старом еще. Стадион Динамо. Открытая тренировка сборной России. Тогда я в сборной играл по Гребняк. И вот, можете посчитать. Гребняк Паша. В Луа. В Динамо играл. И с четырещим челленджем записывал. Представляешь, как карьера пошла в Лейдин Аспану? Ну, это конечно. Сборная Зенит. Сборная России. Динамо. Все вроде хорошо. А потом... Да. Вот. И, короче, пришел. Там было несколько тысяч людей. И в конце этой тренировки открытой. Три мяча кидали на трибуну. Ммм. Кинули второй человек. И кинули третий. Я говорю, блять, у меня толпа просто прыгает. Пытается забрать этот мяч. Я его приезжал. Я еще маленький такой держу. И все от меня все отъебались. И я остался с этим мячом. Блин. Было дико приятно. Потому что я его поймал. Мне еще друзья не завидовали. Блин, ты че. Вот. Братарский скилл пригодился. Ха-ха-ха. Я братарь. Начало. Вот. Да. Поймал. То есть прикольно. Пришел. Там был автограф Погребняка. Там был автограф, по-моему. По-моему. А. Они прям все автографы? Да. Они прям расписались и кинули. Там было три или четыре автографа. По-моему, три. Точно был Погребняк. Возможно, Березуцкий. Да, я не самым интересным для себя был футболистом. То есть на тот момент, наверное, больше хотел только Киржакова и Аршавина. Может быть, они там... Ну, надо посмотреть, что там за автографа. Там есть точно Паша Погребняк. Это столкновенно. А в Москве сколько ты живешь, получается? Ну, почти суждение. То есть мне года два приеду и все. А. И все. То есть я в Крыму особо не был. Ну, давай. Я родился в Крыму, и мне осталось сюда. Ага. Давай рейтинг квартир. Своих вот. Которые были. Вот тебе вот три известные. Это когда было в шестнадцатом году? Ты жил на... Ээээ... Да, наверное. Ну, пускай. Да, когда я жил на Хорошевке. Там, где у меня сейчас сестра живет. Я не могу их оценить. Они все разные. Я на первое место выставил Хорошевку условно потому, что это моя квартира. И... Ну, давай возьмем просто... Нет, так. По комфорту. Просто комфорт, да. Блин, ну они какие разные. Рассказывай, как это дом. Там можно выйти в любое время и сделать шашут на улице. Что здесь не сделаешь. По квадратам на этой квартиры выступают конечно и Хорошевки. Там трехкомнатная, достаточно большая. Ну, какую дворюшую? Это да. А вы, кстати, часто гостей едете? Ну, плюс-минус. Пару раз в неделю там заезжают. Ну, когда был карантин, то у нас там больше месяцев не было. То есть, вот прям, когда была самая-самая самоизоляция, мы закрылись. То есть, вот мы реально закрылись и все. Никого не пускали. Сами особо никуда не ходили. Прям вещей, правильно. Ну, нафиг. То есть, максимум там, магаз и аптека. Вот. Из фиферов здесь был Денчик. Сибыч. Причем не только здесь, а именно ванной он был. Да, да. Сибыч сразу туда. И ты, получается, только три человека и все. А, я третий. Отлично. Ну, тут вот и Макс Золотухин. Ну, это отдельная тема. Короче, в плане соседей, топ-1 это хорошо. Там им просто похуй. Потому что у меня, ну, реально был капец. Там реально, когда у меня собирался огромный топ-а людей. Мы смотрели, там, футбол орали. Соседи могли изредка написать, но чтобы кого-то вызвать. Чтобы как-то они могли просто вешлево попросить. Но, это надо было так шуметь, потому что там такие бронебойные стены. То есть, надо открыть окно, прямо орать. Я не знаю, что надо сделать, короче. И там соседи топ. Вот. Потому что, ну, реально никто не жалуется. Вот. Здесь, да. Здесь соседи минус. Потому что вот эта баба... Слушай, у вас же дом, типа, он, ну, хорошего, ну, очень хорошего уровня. И мне кажется, тут соседи, типа, и... Ну, слушай, здесь больше журиков до хера. Ну, вот да, да. Вот здесь прям, ну, слушай, здесь и блогеров, и тиктокеров, и рэперов, блядь. Аброры окончательно спалим, где он живет. Так. Вот. Ну, тут реально очень много кто живет. И соседи, наверное. Хотя, честно, мне казалось, что должны быть, наоборот, все-таки, блядь. То есть, ну, мне вообще срать. То есть, ну, не считая того, что есть планы, не сверлите ночью. Ну, вот, да. Не убивайте. Ну, вот, да. Не убивайте друг друга. Вот. А так, конечно, кто-то Калик будет курить не очень плохо. Так. Ну, давай, все. Топ-3 и заканчиваем. Ну, пускай это будет на первом месяце. Угу. Так. Ну, вы рассказываете на втором дом поставили. Будет свой родной дом на третьем, но если вы жил там один, сделал поставок ремонта, он был наград. Угу. Ну, потому что свой дом ничего не изменит. А так как он был не совсем мой, и там, а я так участвовал. Ну, да, прикольно. Угу. Ну, я так скажу, что везде есть свои плюсы. Ну, это да. Это типичная история, что да. Я сам, когда искал квартиру, мы очень долго, господи, где-то месяца полтора-два мы искали. И вот идеальных вариантов точно не бывает. Ну, практически. Практически. Хотя для меня это идеально считает. Ну, в целом, если себя комфортно, то да. Я хочу со временем, надеюсь, что в ближайшем, почему-то ближайший год-бар, купить себе townhouse. Как у меня был, типа, купить. Да. Вот, там просто я не знаю, что. Ну, возможно, там, если подойдем квартиру на подшопке, то есть, может, получится. Вот. Там же ничего, если денег останется, надо платить дешево. Угу. И, как раз таки, можно, какую-то, 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 патенту, может, сделать, может быть, там, что-то еще будет. Я не люблю. Слушай, ну, знаешь, короче, самая главная тема, если, условно, я возьму, патент, townhouse, у меня, первый, хороший взнос, это, вы считаете, как аренда квартиры, только это твое. Тогда да. Окей. Ром, ну, что? Мне понравилось безумно. И сам выпуск квартиру у тебя супер-классная. Ребята, пишите, что как вам. Напоминаю про лайки, и я покажу вам свой дворец. Новый. Слушай, там у Сани два этажа, наверное. Да. Хорошо. Там неплохо. Но ты там не один. Нет, я там не один. Вот. Но об этом все расскажу вам. Шлюпается? Нет. Зачем? Окей, ладно. Короче, Рома, спасибо тебе большое. Да, это было круто. Ссылка на Рома Родчиков в описании. Пишите комментарии, кому еще обязательно сходить. Я это все выполню. Вот. На этом все. А, кстати, нет. Давай так. Фидос в прошлом выпуске в конце сказал, что будет круто, если я сгоняю Геню Миллеру. Я сказал, что окей. По возможности я смогу. Говори, к кому пойти. Форзерезору? Ну, там Миллер рядом. Тебе удобно. Да, удобно будет. Хотя сгоняй Кокул. И вместе с тобой за собакой поедем получается. Ну, там Кумтазимов, как я помню. Да, да, да. Ну, окей, ладно. Все, ребят, спасибо вам большое. Я вас люблю. Ждите новые ролики. Я наконец-то вернулся. Все. Подписывайтесь на канал. Муа!